Итак, всем привет с вами AlexaEQ и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valigala. Выяснил я за кадром, где находится наш друид. Вот тут он живет. Сейчас мы к нему сходим, но сначала я хочу забрать вот это вот сокровище. Субтитры сделал DimaTorzok Слиток Вольфрама у нас тут лежал. Он у нас вообще используется в улучшении поселения? Если нет, то зачем он тогда нужен? Ну ладно, пошли к друиду. На его земле лишь люди из соломы. Продолжение следует... Продолжение следует... Как и сказала Модран, может кем-нибудь притвориться? Может быть он заговорит с Малилуид? О, дух, ты наконец-то здесь! Несколько дней назад я предсказал твое появление по каплям дождя! Но кто же скрывается под маской из кости? Неужто гость из страны фей? Я знаю, ты не скажешь, не буду спрашивать. Кем бы ты ни был, теперь мы можем начать обряд. Но люди из соломы должны ярко полыхать. Пусть пламя ознаменует конец и новое начало. Я же буду ждать твоего возвращения. Сумасшедший дед. Халевин сказал, что люди из соломы должны полыхать. Значит подожгу их. Дух соломы говорит, пусть ему вторят другие. Дух соломы! Да, вот и еще один! Сколько ты тут понаставил их? Еще! Пусть их голоса гремят! Еще! Еще! они ревут ты ведь слышишь как рев огня кажется это все вернусь к друиду я внемлю ветер я хочу задать тебе один вопрос теперь твое поведение и облик вызывают у меня некоторые сомнения ты и правда светлый дух да конечно же я дух докажи я помогу тебе если покажешь что знаешь тайны мира расскажи как использовать амуленты хорошо давай свои загадки что связывает души дай мне немного подумать может и темный дух если нет приходи и попробуй ответить снова о чем же он спрашивает думаю в его доме найдется что-то что подскажет ответ арты распахнуты будто выкрикивали тайны черепа духов расскажи мне о связи нерушимый поведая дороги незримый и не путайся в словах говори хоть язык твой прах но это явно не ответ на ту загадку я видел этот символ на щитах и могильных камнях кельтский узел нить из плети помни о чарах что не подпустят злых духов ярых крепко плети и круг замкни пусть амулет этот нас сохранит эйвор надеюсь ты запоминаешь всю эту елис а то если там выбор будет то я не смогу ничего ответить вижу кинжал здесь перевернут кинжала там кинжал было и отпусти ведь мне нужно круг провести и в круге томс петухов зовом старая сменится новым петля весельника нож от сосуда пахнет ядом три орудия убийства тройная смерть тены и сервы умрут тройной смертью твое дыхание сперта вербью кровь на землю льется и только отрава пьется что за хрена тень двойная ложка луна встает солнце заходит ведь единство в их природе утром мотают клуб к ночи вкушают суп а это что любовное послание в этом году цветы опять распустились рано это ты их нам посылаешь при жизни ты всегда умел заговорить зубы так что не удивлюсь если после смерти продолжаешь то же самое делать с богами у сапожка новый выводок котят скоро мы будем купаться не только в любви но и в кошках спи спокойно мой зверь похоже тут захоронено какое-то животное вот или собака может быть статуя женщины сабрины смотрит на меня из под воды сабрин из реки северн вода струятся как локоны аллы сабрин играет на отмели в скалах но если вдруг дева в беду попадет она то и всегда на помощь придет стало быть это была последняя подсказка можно возвращаться к друиду со мной он говорить не станет может ответить на вопросы мари луит чтобы с ним поговорить надо обязательно надевать эту маску получилось найти свою суть если ты светлый дух ответь что связывает души амулет двойной ложки до чтобы молодожены ели суп вместе люди созданы из земли воды и ветра что спекает землю сушит воду и смиряет ветер тройная смерть усмиряет ветер жизни и обращает тело в землю а воду в яд верно тройная смерть что может уберечь от злых духов знак кельтского узла отгоняет их этот узел прочен и не страшен лишь светлым духом ты точно дух света хвала мабону хочешь хлеба со сливками нет мне нужен лишь ответ на вопрос эту сумку с травами принес в некий человек знаешь что в ней до снотворная смесь эту сумку наполнял я помню за чашей вина из-за дуванчиков он вспоминал дом в кейт ладране в кет ладране хорошо благодарю тебя халевин но этого духа нынче ждут и другие так лети же с ветром и листвой друг холмов покажи мне модран ты где ау вижу модран меня ищут по всему ширу не совсем хотя лучше не подходить городу и не снимать маску но тело теудора так и не нашли той ночью я лишь пил и веселился мало что помню но мы с теудором точно не ссорились печально слышать халевин что-нибудь тебе рассказал он дал травы мужчине из кит ладрана гвильяму который пил со мной и теудором кит ладран повалийский тайник воров это на холме к западу отсюда могу тебя проводить я перед тобой в большом долгу ты не обязана была мне верить я тоже беспокоюсь о теудоре и хочу разобраться в том какая напасть его постигла значит идем я найду гвильяма и верну себе доброе имя этот лес кажется диким как и весь глостершир я будто проехал верхом через врата совершенно другой мир да здесь живо старое колдовство которые хотят искоренить теудор и его церковь теудор хотел перемена думаешь поэтому его похитили здесь многие хотели бы занять место элдермена это мог сделать любой из них но боги же посылают тебе знамени ты ничего не видела только дым здесь нет других данных которые могли бы быть в этом замешаны тогда бы мы уже давно услышали рев их рогов наш народ не слишком скромен языки остры как топоры далеко еще кит ладран тайник воров здесь я тебя да стоит быть осторожными так не но не это радует когда мы привезем его домой с нас снимут все обвинения надеюсь что еще и простят убийство пары стражников а а а Субтитры сделал DimaTorzok Мы кстати раскрыли личность одного из членов Ордена Где он только не пойму А я все вижу Он недалеко отсюда Потом им займемся Сейчас нам бы спасти нашего собутыльника Записка от Гвильма Принешь ротву парням Теодор тот еще зазнайка Но очень любезный Жалко его Ужин будет готов к закату И я бы сейчас тоже чего-нибудь перекусил бы Безбожная сволочь Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, Гвильм прячется здесь О, нет Да уж, о, нет Эйвор Так ты жив Пощади Мне приказали Элдермен Кинан Он заплатил нам за убийство Теодора Верните ему серебро Найомнички Убить это не смогли Зря ты решил свалить все на меня, Гвильм А мы подумали Оставим парня в живых Тогда Кинан заплатит еще больше За тайну Вымогатели хреновые Зачем Кинан Убийство Теодора Его же преемника Мы не спрашивали Чем меньше знаешь, тем лучше, нет? Решили вымогать серебро Но не выяснили, за что именно? Вот вы дураки Слушай, мы не убили бы парня Даже прикипели к нему Подтверди Мы тебя берегли Это все Кинан? Зачем? Я же... Боги, он умер Эй ты, просыпайся Скажи Дану, что я сам кормил тебя с рук Прочь, дурак Слушай, Эйвор Мы ведь друзья Пили вместе, да? А помнишь цыплят? Еще слово, отрежу язык Теодору нужен целитель Его лечили припарками с навозом Но те, кто похитил меня в прошлый раз И того бы не сделали Спасибо за помощь Смотри, не попадись в третий раз Когда сбежишь Тебе спасибо Спасибо Очень признателен Когда очнулся в их логове Думал, что мне конец Тише, Теодор Я хоть долго Кинан? Приказал убить меня? Помогите! Ничего не понимаю Он ведь был мне как отец Я спрошу его сам Я не слушал, когда он говорил, что язычники не хуже нас Что жить мирно можно и с несколькими богами Один лик или много Это не важно Нам всем повезло жить в лучах его славы Сменил мнение Сменил мнение, Теодор? Сменил И повязку тоже надо сменить Его лихорадит Он впадает в беспамятство Но еще жив Неужто гниль попала в кровь? Жаль, очень жаль Его похитили те люди? Они говорят, что их нанял Кинан Так это Кинан? Не знаю почему, но он заплатил за убийство Теодора Сама видишь, как они справились Кинан с мальчиком были схожи Истовые христиане, что спорили со мной о природе жизни Но он стал мягче Люди часто творят зло ради власти и чтобы выжить Может он хочет предать огню Теодора? Разве в жертву приносят не вождя? Если назвать мальчика Элдерменом посмертно Обычай не будет нарушен Значит нужно остановить Кинана Ты залечишь раны Теодора? Я неплохая целительница Но если боги ждут его, мне не помешать им Эйва, что ты сделаешь с Кинан? Убью его Тебя интересует, буду ли я его пытать? Я убью его Он заслуживает смерти и бесчастья Очерненной памяти Кинан стар и болен, но все еще силен Он убьет тебя, если промедлишь Не медли Меня ведут боги, а я вел войска Один трус меня не пугает Твоя решимость крепка Тогда скачи как Реанон Спасибо, Модран Присмотри за Теодором Нужно отыскать Кинана до конца праздника Она что, не понимает, что я ее не понимаю? Я нашел Теодора Он жив Нужно поговорить с Кин... Бригитта! Я нашла брошенное гнездо в стропилах Принесу его домой, матушке Если ты не мог это То, что Баббин Сделали все А, это ты Убийца в Самойн Убийца в Самойн? Неважно Гвенит Я ищу Кинана Ты его видела? Он занят праздником И прогнал меня к Бригитте Хочешь посмотреть, какие чары я теперь знаю? Если я соглашусь, покажешь, где Кинан? Одно заклинание, и все покажу Так Засунь руку в мешочек И сейчас у тебя в руке Три камушка Это поразительно, но Нам очень нужно найти Кинана Идем Найдем его скорей Вон там церковница Праздник им не нравится Мама говорит, что они приходят покудахтать Показать еще чары? Могу достать желудь у тебя из уха Мне нужно найти Кинана Это важно Как скажешь, убийца Я Эйвор Расскажи мне о себе, Гвенит Ты не похожа на других девочек Мама говорит, что второй такой нет и не будет От зари мира и до конца всех скорбей Вы с Бригиттой близки? Она мне как старшая сестра Но мы вряд ли вновь увидимся Когда она уйдет с тобой и Гуннером Чем ты занимаешься, Гвенит? Собираю мертвое для маминых обрядов Приношу ей всякое Птиц, мышей Жуков Еще танцую И говорю с кошками А твой отец, Гвенит Где он? Об этом не принято говорить Но я родилась от союза матери С рогатым королем лесов Кернуном Ты гуляешь совсем одна? И мать тебя отпускает? В праздник она благословляет стариков и камни Скукота Нужно найти Кинона Зачем той женщине маска в полоску? Маска про сучихи Их носят дамы, что тут заправляют Почему он меня узнал? Я же замаскировался Маска про сучихи Эй, мужик Знаешь, где Кинон? Эль, говоришь? У меня пересохло в горле У тебя бездонное нутро Победишь, если выпьешь быстрее меня Клади монету Так интереснее Надо же, как смело Тьфу Давай пить! Да, на нас все еще ведут охоту Нам нужно найти Кинона Самое время прибухнуть Да ты в поту Да ты в поту Только в бочку не блюй, ладно? Да ты же зеленее Я поражаюсь, как Эйвр пьет через маску Вы только посмотрите на это Скоро будешь пол целовать Я, кстати, выиграл Ну, мы в прошлой части неплохо так прокачали наш алкоголизм Знаешь, где Элдерман Кинон? О, твой ужасный лик напугал меня Солнце зашло И Кинон отправился молиться в церковь Мне нужно с ним поговорить Не важно, о чем ты хочешь с ним поговорить Все это подождет до утра Он заперся И ключ лишь у Гевы А Гева пустит меня? Ей приказали не пускать никого Но вряд ли она даже с этим справится Гева из тех, кто и свою голову позабудет Спасибо за помощь Поговорю с Киноном завтра Так, говорят, ключ у какой-то Гевы Нужно ее найти Как? Тут полно народу, а мы даже не знаем, как она выглядит Ты знаешь, где Кинон? В маске барсука. Подбежит к тебе, как увидит. Счастливого самой на... Гео знает, что ящик ждут в церкви. А с ним и я туда попаду. Так, нельзя пропустить момент, когда принесут тот ящик. О, ящик. Да-да, идем за мной. Отлично. Сара должна была принести его еще давно. А принес я? Вот мы и попали в церковь. Где же наш Кинон? Кинон внутри. Вот ты где, лживый подлец! Эйвор, скажи, тебе... тебе по нраву наше праздненство? Довольно притворство. Теудур жив. И я знаю, что ты хотел принести его в жертву вместо себя. Думаешь, я хотел избежать костра? Я с радостью взойду на него. Но не позволю христианину-фанатику править Гластером. И что тогда? Ты хочешь лишить людей правителя и обрушить на них кору церкви? Не волнуйся, у нас будет правитель. Модран примет рогатый венец. Хочешь сказать, что Модран солгала? Ха! Мы обвили тебя вокруг пальца, не так ли? Эйвор, это Модран придумала, как убить Теудура? Все ради того, чтобы заполучить Глостершир? Удержать его будет непросто. Вас окружают христиане. Выбора не было. Она узрела Теудура с пламенем за спиной. Он сжег все, что мы создали вместе. Все... Вы с Модран? Значит, Квинет? Перед смертью нужно привести все в порядок. Подготовить гнездо детям. Молись своему богу, Брит. Ты умрешь за то, что очернил мое имя и опоил меня. Меня принесут в жертву под конец самой на... Прошу, дай мне умереть за свой народ. Так что вы с этой ведьмой задумали? К чему обманывать меня? Чтобы обеспечить жизнь своей дочери? Я вожелал Модран. И когда она попросила меня поучаствовать в обряде плодородия, согласился. Наш союз породил не только Гвинет, но и единый Глостершир. А Теудур жаждет его уничтожить. Тут ты ошибся, Киннон. Теудур изменился. И мыслит подобно тебе. Теудур? Но он упрям, как осел. Это ты его вразумил? Не только я. Доброта разбойников и странные бриты. Он принял Христа и Кернуна. Эх... Пророчество странная вещь, да? Теудуру хватило похищения и помощи упорного Дана. Эйвор, Модран повела Теудура в свое лесное святилище. Если поспешишь, успеешь ей помешать. Я отвел бы тебя сам, но у меня слишком много дел. Иди же. Или ты хочешь меня убить? Ты угадал. Очень хочу. Не стоило обманывать меня, Киннон. Киннон готов. А сейчас мы прикончим еще и член Ордена. Как раз он по дороге. Киннон. Видимо, заперто с той стороны. Киннон. 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 К чему выбрасывать добрую пищу? Пусть лучше дети будут голодать. Дар змеи всегда окажется ядовит. Зло не умаляет сладости. Пусть от нее и останется лишь привкус. Модран на очереди. Покажи мне все. Эта сучка обманула нас. Нужно быть осторожнее. И из-за этого она умрет. Самое плохое, что мы оставили на ее попечении Теодора. Надеюсь, она ничего с ним не сделала. Иначе с кем мы союз-то будем заключать? Плюс прибухнуть с ним можно. Сначала он мне сильно не понравился. Из-за своего отношения ко мне. Но со временем мы подружились и оказалось, что он хороший парень. Так что вот нам еще один повод его спасти. Ну, может, лошадь. Загоню! О, мальчик! Помоги мне! Молитвы тихие. Но я узнаю, голос Модрана. Молитвы тихие, но я узнаю, голос Модрана. Позвайше божественный свет! Не кричи, Эйвор. Я тоже зол, но не настолько. Сделай же что-нибудь! Поехали! Будь осторожнее. Рядом ловушка. 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 Горчи провидца искажают и тело, и слова Но пророчество как поток, с которым нет смысла бороться Она защищала своих людей И очернила твое имя Запятнала свою честь и их честь тоже А Один точно хороший? Какой-то он дюже злой Я сам выбираю путь Мама! Господи боже! Что за ужас здесь произошел? Тебя хотела убить жрица, Модран Почему? Я ей ничего не сделал Боялась, что ты станешь молотом церкви И убедила Кинана убить тебя Кинан и Модран хотели твоей смерти Но я убил их обоих Бессмысленные смерти Дьявол любит искушать людей Но мы не должны его слушать Модран было видение, что ты изведешь язычников Аквенит дочь Кинана И он хотел защитить свою семью Забота о ребенке благо Но гнев грех Как они могли так перемешаться? Разум часто подводит, когда есть угроза Себе, королевству, ребенку Что же делать с ведьмочкой? Я о ней позабочусь Она не виновна Я не приму твоей веры Не придется Не знаю, следовало ли ее убивать Как бы лучше было поступить Может быть пощадить ее Как бы было правильно, по-вашему Но в любом случае выбор уже сделан Ладно, на этом пожалуй остановимся Подписывайтесь на канал Комментируйте, ставьте лайки И не забывайте делиться этим видео с друзьями А с вами был Алекс Айки Увидимся в следующей части До новых встреч И пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова